Друзья, всем привет, всем нихау. Сегодня у нас топ лучших игровых телефонов. Как правило, игровые телефоны это отдельно специализирующиеся телефоны, настроенные под игры специально. И эти гаджеты очень и очень дорогие. Если у вас нет денег и денег не будет не предвидеться, то я составил для вас топ самых лучших игровых телефонов за недорого. С вами я, Эдскарабер. Погнали! Все эти телефоны вы найдете на моем телеграм-канале. Там я составляю топы телефонов, топы лучших товаров на Алиэкспресс, поэтому не забывайте подписываться на этот канал. Все ссылочки в описании. Да, действительно, это будет топ, где будут совсем недорогие телефоны, но в плане игры они будут держаться очень даже окей. В процессе видео я буду еще говорить некоторые рекомендации, на какие телефоны еще стоит обратить внимание, той или иной компании. Мы будем оценивать их по следующим категориям. Вначале экран, потому что для игры очень важен экран, какого он качества, ну и все такое. Далее процессор, потом видеоускоритель и оперативная память. Вся эта связка дает, по сути, игровую мощность для этого телефона, который вводится, соответственно, на экран. Далее мы будем говорить о тестах Antutu, потому что вся эта производительная мощность показывает, насколько мощен тот или иной телефон. В общем, тесты Antutu мы тоже будем учитывать. Шестой момент. Это батарея. Если она большая, то проблем не будет, поэтому батареечка должна быть чем больше, тем лучше. Мы будем всегда стартовать с 4000 мАч. Далее камера, наличие NFC и ценник. Камера и наличие NFC, это не так важно, но ценник, друзья, конечно, это прям респект, респект. И мы начинаем с пятого места. Великолепный телефон получился. Meizu 16XS. Здесь экран 6,2 дюйма. Это супер амолед. В этом топе, друзья, это будет один амолед-экран. То есть, из всех амоледов. А вы знаете преимущества и недостатки амолед-экрана. Я топлю и за EPS, и за амолед. Но все-таки я считаю, что амолед лучше. Full HD Plus разрешение 400 ppi. И очень важно, что здесь действительно очень много точек на дюйм. То есть, будет очень хорошее качество изображения. Далее здесь 675 Snapdragon. Мне кажется, в 2019-2020 году это недооцененный процессор. Потому что 675 получился недорогим, но просто зараза топовым. Очень мощный, тяговитый процессор. Видеоускоритель здесь 612 Adreno. Не менее мощный, друзья. Вот эта связка просто суперская. Ищите все на 675 Snapdragon. Потому что он максимально дешевый. И будет давать вам максимальный результат. 600 серия Adreno тоже очень даже неплохая. Будет очень хорошо справляться с играми. Оперативной памяти. Здесь 6 гигабайт. Типа LPDDR4X. LPDDR4X64 встроенный. Но есть, конечно, другие версии. Это очень хороший уровень. 6 гигов. Все это в Antutu убивает, смотрите, 211 тысяч баллов. То есть, на уровне 700 серии Snapdragon, друзья. Это очень хороший показатель за небольшие деньги. И батарея здесь 4000 мАч. Плюс AMOLED-экран. Друзья, здесь все будет окей. Очень хорошо будет и долго держать. Камера на 48 Мп. И ценник этого телефона примерно 216 долларов. Плюс-минус скидки и все такое. Это чуть ниже 14 тысяч рублей. Плюс-минус от 12 до 14 тысяч рублей. Пока мы продолжаем. Не забывайте подписываться на этот канал. Ставить лайк этому видео. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Делайте репост этого видео. Пишите комментарий. Не забывайте жмякать на колокольчик. А мы продолжаем. 4 место. Несмотря на то, что этот телефон чуть-чуть совсем устарел. Все-таки он является одним из самых лучших игровых. Объясню почему. Это Mi Max 3. Экран здесь 6,9 дюйма. Просто большущий, здоровенный экран. Это IPS-матрица Full HD+. Разрешение 345 ppi. То есть пиксели все-таки растянули они по всему этому экрану. И плотность очень даже неплохая. Здесь 636 Snapdragon. Да, это не самый сильный, не самый мощный процессор на данный момент. Такой среднебюджетный. Но у него есть свои преимущества. Видеоускоритель Adreno 509 500 серии. Да, и здесь видеоускоритель тоже не самый мощный. Но, друзья, мы придем еще к определенному выводу в конце. Оперативная память. Здесь 6 гигабайт. Я взял версию на 6128. То есть 6 гигабайт оперативки. 128 встроенной. И в Antutu вся эта комбинация выбивает 118 тысяч баллов. Тоже не так много. Батарея на 5500 мАч. Здоровенная, просто здоровющая батарея. Но для такого экрана это, в принципе, очень даже нормально и неплохо. Камера на 12 мегапикселей. NFC здесь отсутствует. И ценник этого телефона примерно глобальная версия за 180 долларов. Плюс-минус примерно около 12 тысяч рублей. В чем главное преимущество Mi Max 3, как по мне, в плане игрового телефона. Это то, что здесь большущий экран. Реально очень удобно. Есть рамки сверху и снизу. А для игрового телефона, поверьте, рамки очень даже нужны. Они даже помогают в игровом процессе. Далее, батарея на 5500 мАч. Просто здоровенная батарея. 636 не так сильно кушает батарею. Ну и одно из самых больших преимуществ это стереодинамики. Да, здесь по-настоящему два динамика и они стерео. Они очень хорошо играют. Будьте осторожны. Кстати, на AliExpress сейчас очень много предлагает Global Room. Если вы не понимаете, что это, то лучше не брать этот телефон. То есть берите на глобальной прошивке. Третье место. Asus Zenfone Max Pro M2. Один из самых правильных и интереснейших телефонов. Экран здесь 6,3 дюйма. Это IPS матрица Full HD+. Разрешение. Отличный нормальный экран на уровне Note 7, Note 8. Процессор здесь 660 Snapdragon. Был, наверное, самым популярным процессором 2019 года. Наверное, все детали вы этого процесса знаете даже лучше, чем я. Видеоускоритель 512, 500 серия, среднего уровня, не такая мощная, но плюс-минус около середнячка. Хотя 660 Snapdragon, о чем, друзья, сказать, раньше был предфлагманским. Оперативная память здесь 4 гигабайта. В версии 4.64 не так много. В Antutu убивает 143 тысячи баллов. Тоже не сильно большой результат. Батареи здесь большущие на 5000 мАч. Крутейшая батарея, которая держит очень долго. Основная камера на 12 мегапикселей. Достаточно неплохая, NFC есть в этом телефоне. Ценник примерно 300 баксов, если вы берете у официального дилера. Если вы берете на Алиэкспресс, то примерно 180 баксов. Поэтому представьте, да, такая переплата сегодня у официалов. Чем хороший этот телефон? Многие любят чистый Android. И здесь, друзья, именно чистый Android. Постоянное обновление у Asus Zenfone Max Pro M1. У Asus Zenfone Max Pro M2 тоже приходит постоянное обновление. Компания Asus в этом отношении молодцы. Сделала порядочек. Следите перед этими смартфонами. Постоянное обновление. Она видит, что компания Xiaomi всегда это делает. И Xiaomi завоевывает просто рынок колоссальными темпами. Поэтому самое главное, насколько хорошо работает ваша оболочка. Получает ли она регулярное обновление. Asus в этом плане подтянулись, как я уже сказал. Поэтому, в принципе, вы можете рассматривать здесь еще и Redmi Note 7. Тоже, как альтернативу Asus Zenfone Max Pro M2. Второе место. Я очень долго думал, кого поставить на второе место, кого на первое. И все-таки второе место. Redmi Note 8 Pro. Экран здесь 6,53 дюйма. Это IPS-матрица. 396 ppi. Full HD+. Разрешение. Центральный процессор здесь, извините, друзья, я должен это сказать. Helio G90T. И видеоускоритель ARM Mali G76. Хотя здесь MTK, хотя здесь видеоускоритель от компании Mali. Но, поверьте, друзья, свое дело они делают. В плане игрового телефона получился телефончик очень даже неплохой. Оперативной памяти здесь 6 гигабайт. Типа IPDDR4X. В Antutu он выбивает примерно 280 тысяч. Полноценный, отличный телефон среднего уровня игрового. Батарея на 4500 мАч, которая кончается очень быстро. И основная камера на 64 мегапикселя. Это вам допом такой идет. Плюс NFC-шка есть в этом телефоне. Спасибо за это. Примерная цена около 200 долларов. Плюс-минус небольшой разброс от 12 тысяч рублей. А в чем фишка этого телефона? Фишка телефона в том, что это небольшой ценник. И за небольшой ценник вы действительно получаете игровой телефон. Во-первых, экран очень большой. Батарея очень большая. И Helio и Mali все-таки справляются в играх очень даже неплохо. Хотя это не абсолютно игровой процессор. Конечно же. Ну и кто же на первом месте? Да, это герой прошлого года. Pocophone F1. В начале характеристики, потом подытожим. Экран 6 12 дюйма. Это IPS-матрица Full HD+. Разрешение 416 ppi. Хороший, отличный экран. Многим из вас знакомый. Центральный процессор. Здесь 845 Snapdragon. То есть процессор 800 серии. Это флагманская линейка. На данный момент мощнее только 855, 855+. И только-только вот сейчас появляется 865 Snapdragon. То есть 845 очень даже на уровне. И держится неплохо. Видеоускоритель Adreno 630. Это 600 серия. На данный момент 640 Adreno только мощнее 630. Поэтому здесь прям вообще очень даже по шоколаду. Версия 664. Типа L5D4X. Хватит, друзья, на все и на вся. В Antutu 332 тысячи баллов выбивает плюс-минус. Батарея на 4000 мАч. И сегодня в этом топе меньше 4000 мАч. Мы, друзья, не отпускались. И Pocophone поддержал эту плавночку. Отлично. Основная камера на 12 мегапикселей. NFC нет в этом телефоне. И на Алиэкспрессе сегодня этот телефон стоит около 235 долларов. Плюс-минус около 15 тысяч рублей. Может быть даже немножко дешевле. Pocophone F1 это действительно легенда 2018-2019 года. Жаль, что мы не получили адекватного продолжения этого телефона. Но мы ждем. Кстати, все новости об этом телефоне будут на моем канале. Подписывайтесь. Жмите лайк, комментарий, репостите это видео. Скоро будут новости об этом телефоне. Все, что узнаю, друзья. Все расскажу, все распишу. Все будет по красоте душевной. Так вот, Pocophone F1 это, наверное, самый дешевый и правильный игровой телефон на сегодня. Что меня только в нем раздражает? Нет, не пластиковый корпус. В нем, в принципе, все ровно. Но вот эта монобровь немножечко меня раздражает. Если вам ровно на эту монобровь, то лучший игровой телефон за недорого 2020 года. Pocophone F1. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.